Здравствуйте, друзья! Сегодня займемся размножением туи. Разбирать этот вопрос мы будем на примере туи Смарахт, однако это не имеет ни малейшего значения, потому что таким способом размножаются абсолютно все виды туи. Видов туи существует невероятное множество. Есть туи колоновидные, есть туи пирамидальные, есть шарообразные, как высокорослые, так и низкорослые. И следует помнить, что любой из этих подвидов туи неплохо разводится, методом, который сегодня мы разберем, это метод черенкования. Следует также сказать, что туи возможно разводить и из семян, то есть посеяв семена, из которых в дальнейшем вырастут туи. Однако этот метод, как по мне, не самый лучший, потому что занимает огромное количество времени. Плюс из семян иногда вырастают туи, которые теряют свои свойства. Если сказать точнее, то внешний вид. При выращивании растений и семян может так случиться, что растение будет отличаться по форме, по цвету от материнского растения, то есть от того растения, с которого и были забраны семена. В случае с черенкованием, то этот метод довольно-таки простой, довольно-таки эффективный. И растение впоследствии ничем не отличается от того растения, с которого были забраны черенки. Также туи можно размножать при помощи отводков. Этот способ приблизительно следующий. Нагибается ветка, выбирается какая-то большая ветка, нагибается к земле, прижимается при помощи проволоки или чего-то еще. И далее присыпается в этом месте грунтом. Со временем в этом месте образуются корни, впоследствии можно ветку эту обрезать и уже получается полноценное растение. Ни семенами, ни отводками я тую никогда не размножал, поэтому что-либо рассказывать подробно об этих прекрасных методах я не буду. Сейчас расскажу о том, что знаю наверняка, и покажу способ размножения черенкования. Забегая немного вперед, хочу показать, что у вас получится, если вы будете более или менее следовать инструкциям, придерживаться технологии, результаты будут приблизительно следующие. Вот здесь вот прошлогодние черенки туи. Как видите, корневая система довольно-таки развита. Туи уже можно рассаживать. Здесь то же самое. Этому растению уже два года после черенкования. И здесь растение поменьше. Это годовалые черенки, укорененные вот в таких горшочках. Итак, для начала нужно подготовить тару, в которой будут черенковаться наши туи. То есть я буду использовать вот такой лоток с прорезью. Также можно использовать вот такие вот кассеты. Размер кассеты 60 сантиметров на 40 сантиметров. Здесь в ней 96 ячеек. Также можно использовать вот такие вот небольшие горшки. Объем горшка пол-литра. Горшок называется P9. Вот такие вот горшочки. Что касается тары, точнее в чем еще можно черенковать декоративные растения, есть у меня на канале видео по вот этой вот подсказке. Перейдите, посмотрите. Я там подробно рассказываю, в чем я еще черенкую мои растения. Также нам понадобится верховой торф. Точнее смесь верхового торфа с перлитом в пропорции. Три части торфа, одна часть перлита. Более детально есть видео по поводу грунта смеси, торфа смеси, которые я использую, также у меня на канале. Вот по этой подсказке. Засыпаю торфа смесь в емкость. Слегка утрамбовываю. И теперь нужно торфа смесь тщательно пролить водой. И пока вода стекает, можно заняться заготовкой черенков. Сами черенки можно брать даже с этих растений. Но у меня есть растения побольше размером. И я буду брать черенки именно с них. Интересуют меня вот такие вот черенки. Сейчас как раз по плану сезон обстрижки туи. Поэтому, как говорится, совмещаем приятное с полезным. И стрижем тую для ее же пользы. И заготавливаем черенки. При подстрижке растения следует, однако, помнить, что не стоит срезать с растения более 30% зеленой массы. Ну, скажем так, это нежелательно. Теперь из этого всего разнообразия необходимо вычленить посадочный материал. То есть, меня интересуют вот такие вот черенки. Небольшие, размером от 5 сантиметров и выше. Очищаю стволик буквально на 2-3 сантиметра. Освобождаю от зелени. И таким вот образом заготавливаю посадочный материал. Некоторые утверждают, чтобы туя хорошо черенковалась, необходимо отрывать стволик вместе с пяткой, которая прилегает к основному стволу растения. Но это на самом деле не так. То есть, туя неплохо черенкуется и без пятки. Итак, вода из лотка стекла, черенки перебраны, можно приступать к черенкованию. Берем укоренитель в виде пудры, обмакиваем ножку, одеревеневшую, в пудру и помещаем в хорошо промокший торфосмесь точнее на 2-3 сантиметра. Вот таким вот образом. Расстояние между черенками делаем не менее 3-4 сантиметров. Это для того, чтобы последствия корня не слишком спутывались и было легко отделить растения друг от друга при высадке. В качестве укоренителя можно использовать обычный корневин, только обращайте внимание при покупке, чтобы он был в виде пудры. То есть, здесь прощупывается. Есть корневин, он в виде мелкого песка. Он годится для замачивания черенков. Вам же необходим корневин в виде пудры, чтобы он хорошо прилипал к стволику черенка. Я же использую несколько другой укоренитель. Об этом укоренителе я рассказываю у себя на канале. Вот по этой подсказке. Можете перейти посмотреть, какой укоренитель использую я. И вот таким вот образом забивается полностью черенками туй весь лоток. Таким же образом поступаем и с этими черенками. С единственной разницей, что помещаем их сразу в пол-литровые горшочки. Где они будут вначале укореняться, а потом и продолжат расти. Далее укореняемые черенки туи помещаются либо в парник, либо под пленочное укрытие, где будет поддерживаться определенный уровень влажности. Что касается парника, либо же пленочного укрытия, назовем его так, есть у меня на канале видео, как создать довольно-таки бюджетный парник, но при этом очень эффективный. Вот оно, посмотрите, вот под этой подсказки, перейдите и можете спокойно собрать недорогой, но при этом очень действенный парник для укоренения декоративных растений. Ну и в парнике с повышенным уровнем влажности черенки будут содержаться где-то приблизительно 2-3 месяца до той поры, пока не дадут первые корни. После этого черенки перемещаются на открытый воздух в какую-нибудь глухую тень, просто под полив, где и будут ждать своего часа до высадки уже в открытый грунт, либо в горшки. Друзья, надеюсь, видео было вам полезным. Также еще смотрите видео, вот оно, по рассадке туи и смарахт уже укорененных черенков. А у меня на сегодня все, друзья, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok